сегодня 8 мая так холодно как будто у нас середина зимы сказать по чесноку мы собрались девчонка видео наделись теплые куртки все мы торопимся на поезд мы хотим посмотреть представление да муж сказал не бери с собой никакую технику никакие камеры хватит одного телефона потому что всегда орудуют воры в этот момент он говорит сыгань там кинуть будут будь осторожна в общем ну естественно я взялся вы все штатив два штатива и две камеры потому что я четыре года назад снимала уже это шоу и вы знаете у меня тогда еще навыка видеосъемки не было мне там руки трясутся это видео смотреть очень сложно но мне очень нравится это представление поэтому я попробую сегодня отснять заново посмотрю что мне выйдет там люди он билеты покупают а вот где я стою на платформе тут толпа просто мы приехали на остановку баре марконе сколько было народу в поезде передать невозможно просто там так набились как селедки и на нескольких последних остановках просто никого уже не пускали я вчера боялась что мы не влезем с коляской но нам повезло все мы идем с остановки прямо в сторону пляжа сколько здесь народу улицы перекрыты движение перекрыто так я сейчас не могла найти свою камеру решила что и украли меня муж напугал что с будь внимательна если вам видно то в море парусники яхты люди некоторые предпочитают наблюдать шоу с моря да уже шоу уже началось пролетело несколько групп старых самолетов 12 до 3 группы очень старых самолетов очень сильный ветер так что я скорее всего выключу звук и там будет музыка какая-нибудь и и покажем то что увидим мы своими глазами то покажу и вам начинается смотри-ка что м и а а а а а а а а и а а а Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 Вообще сидела, смотрела на эти самолеты! Ну что, мы сейчас пойдем, встречаемся с друзьями! Хотела показать, видите, стоят машины скорой помощи... Стоят машины скорой помощи, на время аэрошоу я видела несколько таких вот нарядов, скажем так, в разных местах вдоль всей набережной стояли машины, амбулансы, это называется, скорая помощь. На случай, если кому-то станет плохо или что-то случится, вот, дежурили на ряды скорой помощи. Все, люди расходятся, уже начинают ездить с машины. У меня такое ощущение, что, наверное, или глушили сигналы интернета, или слишком много людей было онлайн, и я хотела сделать трансляцию или в Инстаграм, или на Ютьюб на время шоу. Но вот ровно, когда начали вылетать уже самолеты с дымом, с цветным, у меня перестал ловить сигнал, и трансляция не получилась. Ну, зато мы посмотрели шоу с Женькой и с Розалией. Пыталась снимать, не знаю, как оно там получится, потому что, на самом деле, не очень хорошо видно, когда далеко самолет улетает, его камера не ловит. Коста? Ну, давай, Коста. Так, мы сидим в кафе, жуем морошко, и Розалия жует морошко. Мы уже приехали в свой район, нагулялись. Сейчас поедем мороженое, там и пойдем. Вот, это мое. Я взяла себе вкус фисташка и лесной орех. Очень вкусное итальянское мороженое. Обожаю. Я себе взяла английский суп и фердилатте. Это типа сливки. Ну, да, сливки. А у Розалии орех и клубника. И цветы росли по всей стене. Там было много. Нет, пускай будет чего. А потом они тянулись, все занимали все окна, цветы. Потом стену напротив окна всю. И тянулись так по потолку. Ну, с улицы, когда шли люди, смотрели к нам в окно, у нас был зеленый потолок такой. Это выглядело как оранжерея, да? Типа того. Ну, в Оркуте это было, конечно, очень необычно. Для вас это было, знаешь, такая интересная, современная... Экзотичная экзотика это была. Я думаю, это было красиво. Я помню, когда была маленькая, этот шкаф нормально закрывался. А он не скрипел тогда? Я не помню. Нормально? Типа как шкаф. Работал как шкаф, да? Потому что реально, ну, тебя помню каждый раз, когда приезжают к нам в квартиру в Беларуси. Один шкаф там не открывается, там в роте... Я сейчас рассказала Жене, что этот шкаф, шкаф моего детства, он приехал из города Воркута. С прошлого тысячелетия! Да? Он из прошлого тысячелетия. Ой, я горжусь этим. Еще в моей квартире есть табуретки деревянные с кухней. Еще они есть в Крыму. Да, и в крымской квартире тоже, которую мы продаем, там тоже стоят такие деревянные табуретки. А я думаю, так мы там давно не были, их потеряли немцы. Или кто там был? Ну, вот там были люди, которые полквартиры вынесли, но неважно. Уже неважно. Вот такие. Да, мы отдыхаем, мы прогулялись, мы наели с мороженого, мы посмотрели на Пречи Триколоры. Поели мороженое, я встретилась с моей подружкой. Сейчас отдыхаем немножко. Розалика вон катается, потом пойдем наверх. Правду говорить будем. Будем ужинать. Я не знаю, я уже после мороженого полторы пачки свою, и Розалией помогла. Вообще-то я пол мороженого Розалии. Ну и я пол. Ну и где-то одну четвертую часть съела Розалия. Поэтому есть особо неохота. Она полизала только сверху, потом ты подъела, потом я остатки съела. Короче, мы его втроем ели-еле не доели. В таком размере были остатки у моего телефона такой вот длины. Я как большой Розалии купила отдельную пачку, но не стоило этого делать, она ее не съедает. Конус там, не пачка, конус. Ей нужно брать все-таки порцию, чтобы она там сверху полизала, а потом всю порцию съем я, и это будет правильно. А так я взяла больше, чем следовало. Розалия, осторожно будь, осторожна. Ей надо было, там, получается, предлагали либо в конусе, либо в стаканчик маленький. Коппа, коппа, маленький такой стаканчик. Вот такой вот стаканчик. Малюпаськин такой. Вот такой. Да, такой надо было брать. Ну конус просто можно погрызть, я не знаю. Женя взяла себе в конусе, и я и нам взяла. Я себе взяла три конуса. Два маленьких, которые наверх надо ложить, и один большой вот такой. Розалия, не царапай мне машину, ладно? Я хочу добавить, девчонки, я устала. Ну мы тут вообще-то сидим, говорим. В смысле, домой на диван. Поужинать, убрать и отдыхать. Но товарищ Розалия пока что-то никак она не хочет. Я не понимаю, что это за штука, которая прям... Ну, прыг, прыг, скок. Скорее всего, Киоми. Сколько народу было там на Лунгомары, на набережной. И когда мы ехали в поезде на пляж, то была такая давка в поезде. Столько было... Ну вот как раз мы взяли такое время. По идее, оно было удобно для того, чтобы приехать туда к началу шоу, к началу представления. Поезд отсюда выходит в 3.05 или в 3.02, что-то такое. Поезд этот... Три часа были? Да, были. Поезд задержался минут на 15. На 20, я помню. А потом еще... Задержка. Да. Задержка. А потом еще люди долго пихались туда. Все же хотели влезть. Я думала, я точно не влезу с коляской. Было очень много колясок. Ну, я думала, мы провалимся. Ну, мы поместились. Все бурчали, что нужно было коляску сложить, но я складывать не стала. Я не умею эту коляску складывать и раскладывать. Поэтому даже если бы я ее сложила, я потом бы ее, наверное, не собрала. Там персонаж же даже сделался один из этих людей. Да, в общем, ну, мы поместились, да, мы поместились, доехали. А потом назад уже, когда мы ехали, было очень свободно. Я специально поторчала на пляже с девчонками, плавала в песке. Да, я не стала спешить. Там было столько народу. И, ну, как все, я знала, что... Мы плавали в песке. Все сейчас пойдут на поезд. Женька. Все будут спешить домой, пихаться в этот поезд, толкаться. Ну, я специально стала, не спеша очень, шла с пляжа. Там стояла, ворон половила. Мужу фотки отправила, сториз какой-то запилила. Ну, короче, вообще так не торопясь. Потом медленно-медленно мы шли, звонили подругам. Хотели с подругами встретиться, но мы там так и не пересеклись, не нашли друг друга в этой толкушке. Народ немножко растасался, и мы уже ехали так, более свободно было в поезде. Вот. Мы уже тут на месте морожка поели с девчонками. И встретилась подружка. Да. Алина, ты нас лет. Нет. Это персонаж. Ой, не наш. Да. А сейчас мы уже пойдем отдыхать. На этом наш влог закончен. И всем большое спасибо за просмотр. И увидимся с вами в новом видео. Чао-чао, Тути. Всем пока-пока. Летят друг другу на встречу друг другу. А, сердечко дело, смотри. Вау. Это красиво. Не знаю, входит. Вау. 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 Спасибо. 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 Жень, видишь? Жень, видишь? Застави, ягварда. Вау! Вау! АПЛОДИСМЕНТЫ У них уже краски нету. Фитографируешь? Пихота, самолеты. Ну, самолеты, самолеты. Субтитры сделал DimaTorzok